Сейчас с нами на связи Виктор Николаевич Ягун, военный и общественный деятель, генерал-майор Запаса Службы Безопасности Украины, экс-заместитель председателя СБУ. Виктор Николаевич, здравствуйте, рада вас приветствовать в нашем эфире. Здравствуйте. Да, доброе утро. Еще напомню нашим зрителям информацию о Макеевке, где также был нанесен высокоточный удар вооруженным силам Украины, где были ликвидированы по меньшей мере около 400 российских мобилизированных, ранены примерно еще около 300. Это разные операционные направления, это Херсонская область, о чем я говорил, Чулаковка, Макеевка, это Донбасс, Донецкая область в том числе. Как такие потери, как вы считаете, причем масштабные потери в живой силе, влияют на операционную составляющую во вооруженных силах Российской Федерации, возможность устанавливать защиту на этих направлениях, то есть Донецкая область и Херсонская область? Ну, надо понимать, что они готовы к большим потерям, они поэтому и принимают усилия по дополнительной мобилизации населения и заполнение тех ниш, которые образовались во время уничтожения живой сил противника на тех или других направлениях. То есть для них количество погибших по большому счету не очень играет большую роль. Проблема в другом. Проблема в том, что они, как правило, не признавали такие большие потери. И Макеевка стала, наверное, первым таким пунктом, который из-за того, что поднялся очень большой шум в информационном пространстве, в первую очередь, потому что об этом начали сообщать их так называемые военкоры, начали и все российское командование, и местную власть, и всех, кого только можно. И в первую очередь это ударило, как ни странно, по Путину. То есть впервые Министерство обороны Российской Федерации официально признало удар. Впервые оно назвало хотя бы какую-то более-менее, там, не знаю, ориентировочную цифру погибших. Впервые Путин тоже признал, что такое произошло, и что по его указанию впервые тоже началось какое-то там псевдорасследование, кто же в этом виноват и почему так случилось. То есть это такая уникальная ситуация, которая впервые произошла за время этих боевых действий. Исходя из этой ситуации, из того эффекта, который она воспроизвела, хотел бы вас вот что уточнить. Кирилл Буданов несколькими днями ранее в интервью BBC сказал, что ситуация на фронте застопорилась с обеих сторон, Россия решила объявить мобилизацию, мы же ждем определенных ресурсов от наших партнеров. Это каким-то образом может повлиять на ту самую мобилизацию, которую решили объявить в Российской Федерации? Вот эти новости из Макеевки. Либо все-таки эффект будет несколько более долгосрочным, придется его немножко подольше подождать. Я думаю, что будет долгосрочным эффектом. Но то, что эта информация просочилась в российское общество, то, что это был такой сильный удар по одному из регионов, и до людей начала доходить информация про то, что их родных нет. Причем все очень были обозвлены на реакцию официальных пропагандистов, которые там начали рассказывать про то, что жизнь коротка, и к смерти надо быть готовым, и лучше эту смерть отдать вовремя и там, где это надо. То есть это такая была ситуация, когда люди были просто обозвлены именно на официальные власти. И я думаю, что вот это вот сарафанное радио от человека к человеку, оно наибольший эффект воздаст. И если они не примут каких-то там полуофициальных мероприятий, если не назначат кого-то виновного, если не объяснять людям, что на самом деле происходит, то эффект с каждым днем будет более-более мощным. Учитывая, что они собираются закрыть границы, учитывая, что они продолжат мобилизацию, я думаю, что ситуация в России будет усложна именно в направлении протестного настроения населения. Больше всего россияне, российская власть боится не оппозиционных политиков, которых фактически уже не существует, они их всех либо пересадили, либо те выехали, либо они их перевербовали, а они боятся протестов обыкновенных граждан, в первую очередь это жены материя тех погибших, которые непонятно, что делают в Украине. То есть они реально не знают, что делать с этими женщинами, которые выйдут на протесты, что их арестовывать, сажать в тюрьму, обвинять в какой-то там пропаганде мира. Но это будет абсурдно, и это будет воспринято в обществе еще хуже. Поэтому проблема большая, как они ее решать будут, не знаю. По-моему, это не наша проблема, так что будем наблюдать. Ну, во-первых, у Кремля есть для этого все инструменты, наверное. Федеральная служба безопасности и постоянные задержки. Принцип задержания, вот такие инструменты Кремль использовал и ранее. И довольно эффективно, как показала практика, уже 10 месяцев больше, чем 10 месяцев полномасштабной агрессии России против Украины. Если вернуться к теме фронта, непосредственно от темы возможных протестных настроений на территории Российской Федерации, также господин Буданов, о котором вспоминала моя коллега, начальный главного управления разведки Минобороны Украины, напомню нашим зрителям, говорил о том, что, вероятно, российские войска истощают свои артиллерийские запасы боеприпасов. В результате в дальнейшем будет трудно держать текущий темп боевых действий. Наши корреспонденты, когда спрашивали у представителей украинской армии, например, на Бахмутском направлении, на многих других, говорили о том, что, возможно, вот есть такой эффект, по крайней мере, так кажется украинским военнослужащим, постепенного снижения количества артиллерийских ударов. Можем ли мы говорить о том, что ныне вот интенсивность боевых действий на разных абсолютно направлениях, она будет постепенно уменьшаться, либо в каком-то образе даже стабилизироваться? Ну, есть два объяснения. Объяснения действительно, у них огромные проблемы с артиллерийскими снарядами. Они пытаются сконцентрировать где-то на основных направлениях. Они не были готовы к такой интенсивности и длительности боев. И тактики применения живой силы, кроме как использования огневой мощи и так называемого огневого вала, когда уничтожается все, что перед тобой, уничтожаются фактически города, стираются с лица земли, и только после этого начинается какое-то продвижение мотопехоты, она сейчас уже фактически невозможна. То есть мы наблюдаем, ну, последние такие потуги, производить какие-то направленные действия в районе Бахмута. Больше линии фронта нигде таких вот массированных попыток атаки уже нет. И тем более даже использование пехотой бронетехники, потому что, как правило, бронетехники сразу выбиваются. И есть еще одно возможное объяснение. Российская Федерация пытается с того запаса, который они еще имеют, сконцентрировать эти боезапасы на одном из направлений возможного удара, так называемой расплаты, да, для отплаты, то есть подготовка к широкомасштабному наступлению в одном из направлений. Пока что подтверждение того, что где-то концентрируются, такие боеприпасы нету, поэтому все-таки более жива и более реалистична именно первая версия того, что запасы исчерпываются, а тактику изменить они просто не могут и не знают как. Поэтому действительно снарядов используется все меньше и меньше. И учитывая отсутствие высокоточного оружия и высокоточных боеприпасов, это призводит к тому, что усилия на тех или других направлениях не приводит к желаемым результатам. А можем ли мы предположить, что просто они ожидают, какие поставки возможны от наших партнеров и в какие сроки, и, скажем, собираются несколько проявить еще свой потенциал после того, как эти поставки будут осуществлены и мы начнем ими пользоваться? Нет, я не думаю. У нас поставки идут стабильно, и мы не зависим от производственных мощностей у себя в стране. То есть они либо есть, либо запускаются, и они более не менее стабильны. Что происходит в России, надо понимать, что они вытянули все свои складские возможности, они действительно запустили производство, но производство пока что не может даже близко подойти к тем потребностям, которые используются на фронте. Они сейчас вытянули все возможности, которые были в Беларуси. Они реально пытаются найти боезаряды в странах, которые в свое время в Советский Союз поставлял. Это Африка, это Азия, это Ближний Восток. Но, учитывая, что наши партнеры тоже работают по этой схеме и тоже пытаются найти для нас боеприпасы, то все это очень интересно выглядит. Реально боеприпасы советского производства и советских калибров в мире фактически истощены. Поэтому Россия в очень плохом состоянии, с союзниками у них пока что не очень сложилась. И кроме реально специалистов говорят, что кроме Северной Кореи, которая на очень большом уровне имеет запасы советских калибров, боеприпасов советских калибров, больше просить не о помощи. Если немножко подытожить также и тему вооружения, ведь отсутствие качественного вооружения, стало следствием подобных взрывов, как мы видели, в Макеевке, в Чулаковке, Херсонской области, российское ПВО не отрабатывает, так как должно, по сути дела, отрабатывать. Можем ли мы быть уверены в том, что подобные взрывы, подобные случаи, как в Макеевке, они будут продолжаться? То есть это будут масштабные потери как в живой силе, так и в технике. И что становится причиной, как вы считаете, вот таких масштабных потерь российско-оккупационных войск на территории Украины? Вся проблема российских войск в Украине в том, что они привязаны к стандартам. У них есть такое понятие, где должен находиться склад, где должен находиться личный состав. И вот эта логистическая цепочка, которую они строят, она не может быть больше 100 километров. И, как правило, эти склады располагают именно на расстоянии от 50 до 100 километров. Если они располагают боеприпасы в более глубоком тылу, они просто не успевают их подвозить во время активных боевых действий. И они вынуждены маскироваться, как-то скрывать это все. Например, в Херсонской и Запорожской областях они просто фактически во время концентрации того или другого вида оружения и личного состава они объявляют полный комендантский день, то есть запрещают местному населению выходить даже на улицу, чтобы не было утечки информации. Правда, это не спасает, но факт остается фактом. Они привязаны к железной дороге. Если железной дороги нет близко, то плечо подвозки боеприпасов 600 километров означает, что интенсивность боев на том электронном направлении просто будет снижена в разы. Поэтому они вынуждены подтягивать эти боеприпасы и концентрировать личный состав в такой близости. И другой тактики и другого выхода из положения они пока что не придумали. А нам, понятное дело, что если мы получаем разведную информацию, разведка работает прекрасно, местное население помогает, поэтому мы получаем очень точные данные, очень точную информацию. И расстояние от 40 до 80 километров это как раз то поле действия наших сил обороны, хаммерцев, которые точными ударами уничтожают и логистические центры, и командные пункты. Днями телеграм-канал «Белорусский Гаюн», который отслеживает интенсивность проведения боевых действий со стороны территории Беларуси, по территории Украины, также отслеживает активность российских военных на территории Беларуси. Заявили о том, что учения вооруженных сил Беларуси и России на территории Беларуси продлены минимум до 8 января. В принципе, нового в этом ничего нет, так как постепенно, постоянно происходит это продление. На протяжении более 30 недель, если мне не изменяет память, уже проводилось подобное продление. Но все же около 8 полигонов, там также проводятся подобные учения вооруженных сил Российской Федерации и армии Республики Беларусь. По вашему мнению, почему все еще продолжается продление, почему все еще на территории Республики находится недостаточное количество техники для масштабной атаки на Киев, тот же со стороны Республики Беларусь. Но все же необходимое такое сейчас российско-оккупационным войскам на том же Бахмутском направлении, либо на левобережье Херсонской области, либо на Запорожском направлении, где также у оккупационных войск Российской Федерации есть небольшие проблемы как в живой силе, так и в необходимой технике. Ну, надо понимать, что Беларусь сейчас используется как большой военный полигон, где фактически белорусскими военными в взаимодействии с российским командованием проводится подготовка резервов. Наши резервы готовятся за границей, и знаете, какое количество человек мы подготовили. Министерство обороны объявляло, это около 20 тысяч человек. Вот приблизительно такая же самая схема работает сейчас в Беларуси. То есть они комфортно себя чувствуют на территории этой страны, они полностью используют ее логистические возможности, они полностью используют их возможности обеспечения. Беларусь таким образом взяла на себя ответственность за подготовку этих мобилизированных лиц, подготовку и слаживание их в отдельные подразделения, и это более-менее подготовленные подразделения. Белорусские войска в этом случае используют как условный противник, как взаимодействие, их офицеры и сержанты используются как инструкторы, и все это, ну, то есть там же используются и боеприпасы, которые есть на наличии в Беларуси. То есть для России это очень комфортно. Они не используют своих полигонов, которые, как ни странно, их более сотни на территории России, но они вообще не готовы были принять такое количество мобилизированных. Поэтому Беларусь это такой учебный, большой учебный центр. На данном этапе, если посчитать количество тех военнослужащих Российской Федерации, которые находятся на территории Беларуси, они не превышают 20 тысяч. То есть это и те, которые обслуживают аэродромы, и те, которые обслуживают ракетные установки, и те, которые находятся в учебных центрах. Поэтому пока что с нашей стороны не наблюдается действительно подготовка к возможным наступлениям, концентрации какого-то там силового кулака для удара в том или другом направлении. Часть белорусских войск используется для фактически такой демонстрации силы вдоль границы, да, и ничего там такого чрезвычайного у них нету. Они используют не больше 10 тысяч человек. Это точно не силовой такой ударный кулак, который можно ожидать в наступлении в том или другом направлении территории Беларуси. Поэтому наши вооруженные силы готовы к возможным изменениям ситуации, наблюдают за Беларусью, но пока что концентрации и возможности удара не наблюдают. И в конце также, Виктор Николаевич, мы видим такую ситуацию, что Россия пытается, как вы сказали, своими учениями на территории Республики Беларусь, наверное, оттянуть определенные силы, вооруженные силы Украины, как раз на север государства. В том числе российская армия пытается удерживать свои позиции на Луганской, в Луганской области, на тех территориях, которые были захвачены после 24 февраля. В том числе пытаются сооружать оборонные определенные сооружения, простите за тавтологию, на других направлениях проводить эшелонированную оборону, в том числе, взяв пример, с вооруженных сил Украины. То есть мы говорим сразу же о нескольких направлениях. Если говорить о территориях, которые оккупированы, которые удерживают, и территории, с которыми возможно наступление, это мне изменяет память, чуть более восьми направлениях операционных. Так вот, насколько, по вашему мнению, сейчас, в 2023 году, по состоянию на 3 января, достаточна ли целостность российской армии, если говорю армия в этом плане, я имею в виду полностью, и стратегическая целостность, и тактическая целостность, дабы удерживать настолько большую территорию? Ну, в них это большая проблема. Почему? Потому что начались очень сильные противостояния между так называемыми вооруженными формированиями и частного порядка, там непонятный их статус, это и вагнеровцы, и есть еще частная компания, которая как бы подчинена и принадлежит министру обороны, вооруженные силы, розвардия, и есть противоречия, учитывая недостаточное количество боеприпасов, есть всякие трения, например, того, кому в первую очередь надо поставлять эти боеприпасы, кто должен получать более качественное, подготовленный мобилизационный резерв, кто должен получать ту или другую технику, логистическое обеспечение, топливо, питание, и вот эти вот, там уже есть даже информация о том, что иногда машины с боеприпасами и питанием перехватываются теми и другими подразделениями, просто как фактически крадут это обеспечение для своих частей. То есть это говорит о низком пороге подготовки и очень больших проблемах командования. Насколько это будет влиять на возможности этой армии наступать? Ну, очень сложная ситуация у них. Они действительно должны показать в ближайшее время, в ближайшие пару дней, недель, какие-то хотя бы победы. Пока что ничего не чувствуется на этом фронте. Виктор Николаевич, мы благодарим вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Зрителям напомню, что Виктор Николаевич Ягун, военный и общественный деятель, генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ 2014-2015 годов, был с нами на связи. Спасибо.